Отопительный сезон в Бурятии, как правило, стартует в сентябре и финиширует лишь в апреле-майе. Это 8 месяцев из 12. Страшно даже представить, во сколько обходится теплая жизнь частному сектору. В Улан-Удэ более 60 тысяч частных домов. С каждым годом их число только растет. Дома, как правило, с печками или котлами. В качестве топлива им нужны дрова, уголь или электричество. Что из них дешевле, экономичнее и удобнее в применении? У молодоженов Натальи и Евгения дом 100 квадратов. Его отапливает одна печь. Плюс в хозяйстве есть и баня. Сейчас мы топим один раз. Скоро начнется совсем холода. Мы будем два раза топить. А это в любом случае еще и баня. Здесь мы покупаем дрова. Здесь получается две машины дров, 6 кубов. По 15 тысяч. Три года назад 10 тысяч было. В прошлом году сколько? 12, наверное. И сейчас мы вот купили за 14. Итого, за весь отопительный сезон у ребят уходят около 30 тысяч рублей на дрова. И это без учета доставки. Молодожены признаются, двух машин к весне может ухватить и придется покупать еще одну. Ну, где-то две машины дров уходят у нас за зиму. А машина дров стоит 18-20 тысяч. Мы теперь сами не колем. Расколят мелкие, сложат. Еще заплатишь. Ну, где-то по 30-ку подходит. Александр и Анна живут в Торбогатайском районе. За зиму на дрова у них уходит около 40 тысяч рублей. Их траты почти на 10 тысяч больше, чем у молодоженов Брылевых, которые живут в городе. К слову, расстояние между Улан-Удей и Торбогатаем всего 50 километров. Почему такая разница и кто следит за рынком цен? В поисках ответов мы отправились по улан-уденским точкам. Оказалось, продавцы очень стесняются камер. А мы хотим узнать, сколько дрова стоит сейчас? Ну, вы туда дальше проедете и там снимаете девушку. А вас почему-нибудь? Это ваше, да? Нет, не мое. Ваше? Нет, не мое. Просто машина стоит. А вы зачем снимаете? Стоило только камере отвернуться, как пошли откровения. Сейчас многие в лес заехать не могут, потому что дороги размыты, и их никто не делает. И это раз, и солярка подорожала, и это два. Соляра дорогая, знаете, сколько? На тысячу рублей 14 литров топлива, а 150 километров туда. Это только до деревни, однако, 150. Камень, если поймал, то она за один раз, кончишь ее. При всем при этом, объявление о продаже дров на том же самом Авито более тысячи. Цены от 4 тысяч и выше. Меня заинтересовали самые дорогие за 29 тысяч рублей. Сколько кубов вы можете объяснить? Смотрите, пока. А если можно купить за 14 или 15, зачем покупать у вас за 29? Ну, перейти у них. Сколько кубов и почему такая цена, мужчина не смог объяснить. Всего вот этого мне хватит, ну, до Нового года. Здесь примерно 5 тонн угля. Цена? Вот такая, допустим, да, фракция, она, допустим, уже 5 300 стоит, насколько я не ошибаюсь. А вот такая фракция, как вот эта, ну, то есть песок, такая вот мелкая, она идет 4 300. Этот мелкий уголь обошелся Александру почти в 8 тысяч рублей. Крупный в 16, без доставки. Ну, то есть, вот неважно, сколько ты хоть тонну закажи угля, тебе 2 тысячи заплати. Ну, конечно, выгоднее большую машину сразу заказать и привезти. Площадь дома 250 квадратов вместе с сокольным этажом. На отопление гнездышка у Александра в этом сезоне уйдет около 27 тысяч рублей. Если на улице минус 35 и выше, там, и 30 градусов, то расход у меня полный бункер, это 6 ведер, заходит туда ровно 24 часа. То бишь, я вечером приезжаю с работы, открываю, засыпаю, залу вытаскиваю. И так каждый вечер. А сейчас, ну, в данное время где-то, ну, 2 ведра в 2 дня спокойно хватает. Добавим, что котел у Александра полностью автоматический. Не нужно каждые несколько часов следить за количеством угля. Но у такого вида отопления есть свои грязные минусы. Когда он топится, все вокруг, то есть, в ограде он все пачкает. То есть, копоть эта вся летит не в окружающую среду, а она вся летит ко мне в ограду. Тот на угле, этот на угле, этот все на угле. Тут, как бы, зимой-то у нас тоже дышать вообще нечем особо. Ну, вот, когда мороз дает, оно же все вниз, и вообще прямо тут дым стоит, так, столбом. В прошлом году я весь январь просидел на электроотоплении, да, 16 тысяч рублей в месяц. Но углем дешевле получается, так же. Несмотря даже на всю эту залу, пыль и так далее, я лучше буду углем топить. Найти тех, кто пользуется только электроотоплением, признаться нелегко. В доме Игоря Саликова комбинировано отопление. Теплой осенью греет электричество, а остальное время – уголь. Электричество у меня на 7 тысяч где-то может накрутить. Это и то днем отключается он, потому что плюсовая температура, а ночью только работает. Если я буду, конечно, зимой топиться, самый холодный, у меня, наверное, 20 тысяч выйдет. Сейчас в Бурятии стоимость одного киловатта – 3 рубля 46 копеек. В то время как у наших соседей из Иркутска – 1 рубль 42 копейки. У них еще действует пониженный коэффициент. Тот, кто топится электрокотлами, да, частный сектор, вроде как бы 0,9 пишут, а может и 0,7. У его соседки Галины аналогичная схема. Сентябрь-октябрь на электричестве, после – на дровах. Ну так а где? Был бы свет дешевый, электрокотлом бы легче, чем дровами. Я не знаю, как бы все борются за экологию, а мы идем наоборот в другую точку. Получается, как бы все повышается. Уголь, который меньше выбросов, цена на него повышается. Куда деваться? У каждого человека 10 кредитов, надо платить налоги, у меня алименты еще, надо греться еще, да. В среднем месячное электропотребление котла выходит на 6,5 тысяч киловатт. Умножаем на тариф – итого 23 тысячи рублей в месяц. Это в самые морозы – январь-февраль. В остальные месяца нагрузка меньше. Итого в среднем за отопительный сезон около 60 тысяч рублей. Давайте подытожим. Если греться дровами, то за зиму уйдет 30-40 тысяч рублей, на уголь – 30-35, на электричество – около 60 тысяч рублей. Как лучше и выгоднее греться в частном доме, пишите в комментариях.